Мы сегодня с вами немножко поговорим про 28-ю страницу трактата Ивамот. И я уже говорил, что в этом трактате большая часть, в самом случае, в начале трактата, особенно в нашем перике, это вопросы, которые никакого практического значения сегодня не имеют по целому ряду причин. Во-первых, потому что у нас вообще не практикуется Ибум во всяком случае Ошкиназим. Хотя сифарские евреи сегодня теоретически делают Ибум, не только теоретически, практически делают Ибум в каких-то ситуациях. Но остальные детали это почти невероятные случаи. И тем более, что это еще вдобавок, когда практиковалось многоженство, можно было представить себе некоторые из этих ситуаций. Хотя некоторые могут относиться и в случае, если не практикуется многоженство. Ну вот на нашей странице продолжение разных комбинаторик в случае четырех братьев, а также в следующем случае трех братьев. Здесь мы обсуждаем ситуацию, когда братьев всего трое, двое из них женаты на двух сестрах, и, соответственно, если они умерли, что делать третьему брату? Так вот здесь диспут, который уже, кажется, мы касались этой темы. Раби Шимон считает, что когда женщины становятся, да, две родственницы друг к другу, на которых на обоих невозможно одновременно жениться, когда они становятся царот, зелазе безика, то есть они как бы, если бы сделать Ибум, то рыба из них не может быть одновременно женой этого третьего брата, когда вторая ему жена. То тогда они как бы обе друг друга отталкивают, и не нужно даже халиться делать. Еще раз попытаюсь объяснить эту концепцию. Значит, допустим, два брата умерли, да, и остались от них их жены, которые сестры друг к другу. То теперь понятно, что этот последний брат живого не может жениться ни на то, ни на другое, не может делать Ибум ни то, ни на другое, потому что каждая из них, она сестра той, которая тоже к нему скука, как бы над ним висят теперь две женщины, и если он женится на одной, то он как бы отодвигает вторую, если он женится на вторую, то он отодвигает первую. Они же сестры друг к другу, и они не могут быть одновременно его женами. Поэтому он делает две халицы, и той, и другой. Для каждого умершего брата его жене нужно сделать халицу. Но вот Пурабешима даже халицу делать не нужно. Что тот факт, что они обе над ним висят, они как бы отталкивают друг друга, да, они как, если бы он уже был женат на одной из них, например, да, тогда понятно, что не нужно делать халицу второй. Потому что это сестра его жены, ему уже сказали, что в случае, когда умирает брат, у которого была жена, которая запрещена живому брату, то ему не нужно и халицу делать. Если она запрещена, как и Сур-Эрва, полностью запрещена под страхом карет, тогда и халицу делать не нужно. Но в данном случае у этого третьего брата еще он не женат ни на одной из них. Но каждая из них как бы претендентка, да, кандидатка в его жены, она над ним висит для гибума, и поэтому отталкивает этим вторую. Вот такая вот интересная концепция. Вот, и это очень все редко может быть применено, у нас халаха, конечно, не как Раби Шимон, но теоретически это может быть и сегодня, да, на самом деле навка именно делать ли халицу, для нас халаха, что если действительно была такая ситуация, что три брата, двое были женаты на двух сестрах, это возможно, и сегодня, если они умерли без детей, то третьему нужно было делать две халицы. И больше обсуждать, так сказать, все эти сложные, запутанные суги я не собираюсь, потому что я уже сказал, что моя цель в этих уроках у нас будет очень по-разному, разные дафы. Было немало страниц, где мне не хватало прямо-таки времени, чтобы обсудить сколько-либо подробно, и много интересных было тем. А будут многие страницы, которые имеют очень много технических обсуждений и сложные суги, но которые прямого отношения к, во всяком случае, частным ситуациям не имеют, практическим, и моя цель не мамаш проходить до фьеме, а то какой-то дворторогает по отношению к данной странице, и поэтому здесь я закругляюсь. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok